Собаку Альма с только что родившимися щенками нашли в степи в 100 километрах от Волгограда уже в критическом состоянии. Сегодня Альма не отходит от своей спасительницы Жени. А глядя на упитанных щенков, сложно представить, что еще два месяца назад они находились на грани смерти. Около 80 собак и кошек нашли приют на шестисотках обычного частного дома. С помощью волонтеров благотворительной организации помощи бездомным животным творит добро. Энне мы подобрались с ее семьей возле киоска. У нее уже не было глазика, но, к сожалению, восстановить его больше не получится. Но она не менее милая. Волонтеры признают, пристроить животных инвалидов в семье у нас практически невозможно. И в основном такие собаки и кошки находят себе хозяев за границей. Там готовы оплачивать дорогостоящие переезды и все процедуры, связанные с перелетом животных. Зато потом столько счастья, когда смотришь на эти фотографии из того же Кипра. Но, увы, это редкие случаи. И, к сожалению, не всегда удается пристроить даже здоровых животных. А ведь их нужно лечить, кормить. Поэтому рабочий день добровольцев тянется порой до ночи. Вот у нас крупы, чтобы варить им кашу. Мешки вот с гречкой здесь. Там в холодильнике мясо. Мы в доме еще морозильная камера с мясом. Ездим, закупаемся два раза в неделю. Потому что больше купить у него нет возможности из-за того, что хранить невозможно это. Надо большие объемы, потому что в день выходит больше 100 литров каши. Это только для собак. Целый день у нас варится каша до трех часов ночи. Животных содержат за счет пожертвований нервонадушных людей. К счастью, такие и есть. Только питание одной собаки в месяц обходится в 3000 рублей. Но возможности брать новых животных у той же Жени нет. Вольеры и клетки заполнили почти весь двор, вытеснив даже грядки. К тому же соседи недовольны постоянным лаем. Поэтому хозяйка просит не называть адрес ее дома. И так через забор все время подбрасывают котят и щенков. Тогда-то волонтеры организации «Твори добро» поняли, что проблему бездомных животных надо решать на другом уровне. Для нас сейчас самая большая проблема – это в отсутствии места. Так как многим животным нужна помощь и очень многие нуждаются в лечении. У нас есть силы и возможности развиваться дальше, заниматься животными, спасти как нужно больше жизней. Именно поэтому мы сейчас ведем сбор средств для строительства приюта, для того, чтобы содержать как можно больше животных, обеспечить им достойное содержание. Нам очень хочется построить площадку, для того, чтобы люди и животные могли взаимодействовать, для того, чтобы проводить льготную стерилизацию для сокращения численности бездомных животных. Помощи властей в организации такого центра волонтеры так и не дождались, несмотря на многочисленные обращения. И тогда они сами нашли подходящее здание. Собственно, готов продать его в рассрочку и помочь с подводом коммуникаций. Цена спасенных жизней тысяч собак и кошек – 8 миллионов рублей. Волонтеры уже мечтают, как они обустроят помещение будущего центра. На втором этаже в этом здании находится комната, которая полностью выложена плиткой. Если здесь будет тепло, свет, вода, то есть все коммуникации, здесь уже можно проводить массовую льготную стерилизацию, содержать здесь собак. И выпускать их по методу ОСВ – отлов, стерилизация, возврат в привычную среду обитания. Волонтеры организации «Твори добро» категорически не приемлют таких варварских способов регулирования численности бездомных животных, как отлов с последующим почти гарантированным усыплением. И это хорошо, говорят активисты, если усыпляют. Некоторые предприниматели, которые работали раньше на рынке отлова и содержания животных, просто убивали их лопатой, чтобы не тратиться на препараты. Организация центра поможет соединить усилия и волонтеров, и благотворителей, создать программы гуманитарного направления, например, общение детей-инвалидов с животными. И самое главное – достичь гармонии в отношении человека и животных. Собак очень много. Мы понимаем, что это может быть опасно для людей, для прохожих, для детей в том числе. И люди идут на крайние меры, то есть проявляют жестокость, начинают травить, убивать. Наша задача – просто чтобы животные и люди существовали, так скажем, в мире согласия. Животные тоже не виноваты, что их выбросили, и они вынуждены как-то самостоятельно находить себе пропитание, где-то жить, где-то прятаться, чтобы в тепле было. Мы очень надеемся, что администрация города и вообще государство пойдет с нами на контакт. И вместо того, чтобы звонить отловщикам, которые убьют или отравят, или не знаю, куда денут собаку, люди смогут позвонить нам, где мы приедем, агрессивных мы отловим, не будем их выпускать обратно, пока не социализируем их или не пристроим в семью людям, которые готовы заниматься с такой собакой. А добрых, лояльных, которые там, любимцы двора, мы их стерилизуем, привьем, прицепим к липсу в ухо, то есть это пометка, что животное не опасно, то есть оно не будет агрессивно относиться к окружающим людям, и привезем обратно людям во двор. Это и называется взаимодействие людей и животных, когда все существуют в мире без агрессии друг к другу. Волонтеры уверены, что если общество объединится в этой цели, все у них получится. Сейчас достаточно собрать хотя бы часть суммы от стоимости здания, подвести коммуникации и отремонтировать пару помещений для того, чтобы собаки и кошки смогли пережить эту зиму в тепле. Активисты организации ждут помощи просто неравнодушных людей, бизнеса, предприятий. Да, сегодня у нас у всех немало проблем, но может мы протянем руку помощи тем, кто обязательно ответит на нее любовью? Мне кажется, что это интересно, не только интересно в плане того, что ты как-то тратишь свое время, занимаешься чем-то, а это интересно то, что ты вкладываешь свой вклад. То есть ты пишешь свою историю, ты оставляешь что-то после себя, и это действительно необходимо и нужно на сегодняшний день. К слову, день, который мы привели с волонтерами, закончился на известной Волгограде стройки детского юношеского центра. На этой территории недавно появились на свет очаровательные щенки. Волонтеры организации «Твори добро» тоже ищут им хозяев. И, возможно, это будет кто-то из читателей или зрителей высоты 102.